здорово ребята приехал мыть вот этот гелик 2020 года вообще он чистенький так что мыть нечего все что здесь грязная это вот эта птичка такой вот гелик ну синеньким подсветочка играет можно его завести что-то вроде такого короче вообще чистый ну мой 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 тут протирал и тут темно здесь сильная особо тут снимать его не буду потому что освещение нет все до встречи следующим днем с вами увидимся потому что сегодня у меня больше заказов после гелька не будет все пока помыл я тачку этот гелендваген короче понравилось ему как я помыл и говорит такой чё так плохо помыл почему типа из кожи не достал эти самые но камешки из перфорированной кожи там внутри дырочках камешки песчинки были да не знаю но я сделал как мог выбил и все я не достаю камешки он такой ой а мы вызывали там того то того там нам камешки достали как получилось блин говорит мне не понравилось колеса блестят камешки не достал короче дал мне пятнашку чая и все так ребята сегодня toyota у нас грязненькая я уже здесь мыл один раз и и месяц назад и сейчас буду мыть снова и 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 когда машина слишком грязная я надеваю короче синюю перчатку до машина чистая я надеваю белую перчатка когда вот средняя такое вроде и грязная вроде и чистая не сильно грязная такая я надеваю на одну руку в синюю перчатку на другую белую 45 баксов это мойка многие спрашивают про цену сколько стоит всем нравится цифры цифры все хотят больше цифр сколько я зарабатываю в час в день в неделю сколько стоит мойка всем интересны цифры цифры никто никогда не хочет разглашать поэтому они интересны на а если бы все кричали сколько чувствует сколько денег кто получает интересная закономерность и 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 ребята операция тырим в воду клиент Так, хопчик. Посмотрите на эту машину, чистота блестит вся. Красота, да? Сейчас собираю все провода, звоню клиенту и все, забираю свои чаевые и погнал. Блин, забыл как зовут. Зовут Моника, а я чуть не сказал Мия. Все, забираем, 45 долларов стоила эта мойка, забираем деньги, забираем чаевые обязательно. Я уже не первый раз у нее, так что все будет четко. Вот она, двадцаточка чая, я уже не первый раз у этой клиентки. Мы с ней сработались. Не люблю возвращаться домой в 5 вечера или сколько сейчас уже? 5.40. Потому что на работу выезжаешь, когда еще светло, а заканчиваешь и уже темно. И получается такое настроение не супер, как будто целый день работал. Начал, когда светло было, а закончил, когда вечер. Ничего себе, да? Работать так не пойдет вообще. Встретимся в следующий день репзики. Всем удачи! Всем привет, ребята! 10 утра, еду на работу, нужно быть в 11 у клиента. У меня возле дома красивые пальмы растут. Всегда еду, короче, и кайфую, кайфую от этих пальм. Еду мыть Toyota Prius. Точнее, вчера мыл Toyota, а сегодня мою Prius. Всегда дешевые автомобили, они очень грязные, поэтому Toyota как бы мыть всегда сложно, потому что они всегда грязные. Увидимся на Toyota, надеюсь, будет чистое, но это не точно. Фронт работы, помыть сиденья, сиденья и вот этот подлокотник, который отсюда. Убрать вот эту жвачку нужно, один раз я уже убирал жвачку с велюра и, кстати, убрал удачно. И здесь что-то разлито, накапано, тоже вот эти сиденья помыть нужно. Короче, здесь только сиденья в этой машине и все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, ребят, приступаю убирать жвачку и посмотрим, что получится. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, смотрите, была жвачка и нет жвачки. Немножко заметно, но сейчас это еще буду выравнивать. Ну что, друзья, получилось, короче, как получилось. Вот здесь была жвачка. Немножко такое синее пятно какое-то видно. Ну так, в принципе, лучше, чем было. Жвачки нету, но уже тряпка сама испортилась. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребят, закончил я эту машинку. Приус этот сделал. Два передних сидения и задняя. Получается 80 долларов. Это стоило ему. Передних две сидушки по двадцатке и задняя 40. Смотрите, положил это яблоко туда, в тот кармашек в машине, на свое день рождения, 5 января. Вот. Считайте, сколько уже прошло. Смотрите, что стало с яблоком. Там ничего. Если учесть еще, что я когда езжу, там, торможу, разгоняюсь, оно все время там катается и бьется. Вот. Немножко здесь что-то такое подгнивать начало. Но вообще, вот смотрите, за два месяца не испортилось. Вот какие в Америке продукты, яблоки, если вы покупаете все в самых дешевых магазинах. Эх, друзья. Ха-ха. Никуда не спешу. Устал. Тут такое отдыхаю. Думаю, поехать в ресторанчик покушать, либо домой поехать покушать. Сэкономить денежку. Не знаю. Люблю заканчивать ее в час дня. Сейчас час тридцать. Ровненько час тридцать. Все. Работы больше нету. Единственное, что мне нужно съездить в магазин и купить пену. У меня закончилась пена. Я не знаю. Наверное, я сейчас съезжу домой покушаю, а уже с дома поеду в магазин. Наверное, так и сделаю. Либо заеду в ресторанчик, а потом поеду в магазин. Короче, как-то сейчас подумаю. Буду решать этот вопрос долго и усердно. Видели этот бус? Это, короче, VIP-громинг-дог. Если у вас есть собака, вы можете заказать такой бус себе. И к вам приедут домой, вашу собачку в этот бус закинут и помоют, подстригут. Окти там собачки подпилят, зубы отбелят, сделают все-все. Очень много я таких бусов вижу на дороге. Люди покупают собак, либо берут там и шелтер, и шелтер в смысле бесплатно можно брать собак с приюта. У людей очень много собак и получается, многие люди, у кого есть денюжки, в принципе, заказывают такой бус на дом. Не нужно собаку там где-то мыть у себя в этом самом, во дворе со шланга или там, не знаю. Как в России моют собак, расскажите. Тоже, наверное, водят куда-то официальные заведения или не моют. Короче, вот этот вид бизнеса, он, наверное, сейчас набирает популярность, могу предположить. Потому что два года назад я не видел таких бусов, а сейчас их просто уже целая куча. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Еду кушать, заправил все, что возможно. Сейчас еду кушать. До дома ехать мне целый час, ребята. Пробки капец. Скорая помощь едет, кого-то забирает. Решил поехать в ресторанчик. Здесь рядышком ресторанчик есть такой, дешевый очень. Заеду там покушаю, потому что до дома ехать, короче, очень долго. Хотя на самом деле близко. Пережду пробки часочек и поеду домой. Ресторан называется Сальвадориан Фуд. Буду кушать сальвадорскую еду. Я уже здесь бывал много раз. Здесь, в принципе, за 7 долларов можно покушать. Неплохо. Сальвадорская еда, ребята. Вот, ребята, что мне принесли за 8 долларов. Салатик, касадилия и тако. Водичка там и всякий соус. 8 баксов. Покушал, ребята, 8 долларов. В 2 доллара ставил чаевые. Сейчас еду в магазин под названием Goodwill. BOMS магазин. Я его так называю. Люди, короче, сдают вещи свои, которые им не нужны. Бесплатно в магазин. Магазин уже там за копейки продает. Иногда там можно найти что-то интересное. Времени у меня сейчас достаточно. Съезжу, посмотрю. Может найду что-нибудь интересное. Вот стационарная мойка такая. Селф-мойка. Такие у нас есть тоже в Гомеле, там по Беларуси. Видите вон, как ребята моют сами себя. На такой мойке помыться стоит приблизительно 4-5 баксов. Если по-быстрому. Смотрите сколько пожарных стоит. Какие тачки все наболированные, все блестят. Los Angeles Fire Department. В начале видео говорил, собачий бизнес здесь популярен. Приехал мыть вэн с этого собачьего бизнеса. Сейчас внутри вам покажу этот вэн. Все говорю, короче, спускайся, тачку забирай. Уроки английского с Пашей снова. Почему ты так хорошо работаешь? Типа говорит, я с Мексики сам вызываю мексиканцев путь тачки. Он говорит, бля, это полный сакс вообще. Я тебе даю, короче, чаю. Две сотки, короче. Он заплатил за сервис и 100 баксов дал чая.